Я хочу сказать, где сейчас нормальные посуды. Продолжение следует... 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 Я не помню, какой или какие-то разные складывающие точки. Кстати, там точно было деление? Подрагивали объемы на объеме, что это еще один месяц. Но, собственно, это задача доказать, что это деление, что это делается правильно. Но они это доказали уже, по-моему, через два года после того, как ошибки первого раза были исправлены, и все пошло в серию, так что и их доказательство успокоило, что все эти работы ведутся. Как вы видите, темпы не совсем безнадежные, они потратили на эти 2-4 года. Это соответствующее развитие технологии, можно сказать, на полгода. Но, тем не менее, сейчас это пока еще не будет. На моделях, как можно делать? Как раз, какие должны быть модели и как их надо строить, для того чтобы, правда, эта сертификация была, с одной стороны, достаточно быстрой. Вопросы? А вот на счет драйверов. Этим летом Intel выпустила бета-проект, сертифик называется, для построения кода драйверов, а фактически из-за формальной спецификации. То есть, для того чтобы получить заведомо корректный драйвер, нужно просто получать заведомо корректную сказу. Сейчас она пока в пейсе генерирует трейвера для шейнджа и 3GD, и профессорирована на трейдере для простого жесткого диска и для какого-то южного устройства. Так, спасибо, это очень интересная информация. Но не ввиду, что вещи, связанные с систематической генерацией, они далеко не всегда находят в себе широкое применение. И я, в то же время, когда специалисты кооперировали с разработчиками компиляторов в Intel, Задача генерации компиляторов состоит перед человечеством лет 40, и в Intel есть огромная группа, которая занимается автоматической генерацией компиляторов. И при этом там такая же огромная группа по ручному написанию компиляторов. То есть, вот где-то работают вещи, позволяющие использовать автоматические генерированные программы, а где-то их приходится писать. Я думаю, что в драйверах ситуация примерно такая. Для каких-то драйверов эта задача компилятора решена, и не нужно ничего писать в ручном доме. А для каких-то драйверов она совсем не стоит. Проблема в том, что для каких-то 50-х железок спецификации там будут тоже очень туманные. И формально сложно будет что-то сделать? Во-первых, сложно будет сделать. Во-вторых, не очевидно, что нужна эффективность будет достигнута. В-третьих, не очевидно, что надежность такого автоматически генерированного драйвера по определению правил. Потому что в алгоритм генерации наверняка закладываются некоторые юристики. Юристики, которые работают в большом количестве случаев. Ну, это не фига. Ну, и второе, так сказать, средство. А для чего, во-вторых, для чего? Сколько здесь нормальная инфекция? В принципе, есть замеренность. Я сказал, что в направлении, здесь основные направления два. Первое, очень, так сказать, великое к тому, что вы тогда сказали, по поводу автоматической генерации. Это генерация программного года по поводу автоматической генерации. Заметьте, давайте на следующих занятиях мы с вами с этими видами моделей познакомимся. Но прямо сейчас нужно понять, что модель – это необязательный прототип. В видах моделей бывает много разных. Причем в математике это никого не удивляет. Максу нарисовал свое уравнение, да? И все согласились – да, вот эта вот модель. Лишь от магнитного поля. И это совсем не программа, понимаете? Уравнение Максу не работает просто так, это совсем не алкоголь. Но все согласны, что это не автоматическая модель. В программах тоже бывают модели, которые вообще не являются алгоритмами. Они не похожи на программы. Но, тем не менее, изучая эти модели, мы можем получить полезные для себя знания. Выполняется или не выполняется такое-то свойство у программы. Каких диапазонов можно менять? Каких диапазонов на программу и так далее и так далее и так далее. Модели, они для этого не нужны. А публикатирование – это тоже один из частных кучих моделей, которые уже и когда используют, для их понятия. Для их понятия. В частности, верификация, вализация, тестирование – это тоже программы. Проверка служит корректно. Проверка служит, выполняет крепкие движения. Если нас интересуют какие-то вопросы потребления ресурсов, то я хочу узнать. Либо максимальные требования по ресурсам. Если меня интересуют физические характеристики, то я могу узнать. Если меня интересует взаимодействие одной программы и другой, по которым протоколам он будет взаимодействованы. Если протоколы организованы, то возможно ли наличие этого стандарта или невозможное наличие этого стандарта? Это тоже некоторые свойства, которые я хотел бы изучить. Это в случае, когда мы получаем 100% результата. Мы написали модель, раздражали кнопку и врезали готовую. Это на самом деле места, в которой люди болели. Уже начинали наличие болезнь уже давно. И большая часть людей, наверное, лет 40 назад, когда начинали заниматься, думали об этом. И начинка от этого шипаринско-генерации консилляторов, что это проявлено, так называемые консилляторы консилляторы, она примерно чрезвычайна. В чем была мечта? Давайте формально отришем язык программирования. Это, в принципе, можно и делать. Где-то в начале 70-х годов уже был получен опыт, и практически полностью было описано. Илья-1, а потом в начале 80-х было описано. То есть было показано, что реальные эти программирования, потому что в основании этих может быть все. Семантики, семантики. Как-то сверху, генерирую, генерирую и так далее. Второе. Давайте опишем семантику микропроцесса. Так что это делает микропроцесс? В чем состоит задача консиллятора? Упилятор должен быть снижен тем, семантически понятным, снижен в виде видеопромирования, снижен в виде этой иной программирования. Снижен в виде набора эквивалентов преобразований, так сказать, можно задать, это формальные вещи, все, аппилятор-процессу не нужно писать в основном. Вот эта идея построения аппиляторов 40 лет, наверное, была полностью полностью основана, и уже были с уникальными образцами, которые заболевали эту задачу. Но хороших результатов, в общем случае, для серьёзных или плохих проблем в этой форме, не получится. Это не обращается в этом образовании. Этим не занимается, это не дескорпективное направление, а точкорпективное направление. Но, к сожалению, пока не работает. Но появилась ещё одна меточка, которая как раз в практичном плане оказалась очень и очень полезной. С чего нужна эта работа? Давайте напишем модель и вопросом. На какую пользу мы уже включили написавшую модель? Видус получил, читайте. В общем, что с такой, пока происходит. Я простоnight Evangica финこの公. Это рекламное управление. В общем, что не правило от, по сути? Вот так сейчас. Это было что-то техническое задание, либо, так это называемое, «номерить». «Давай ему было это». Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! И он построен модель. И пришел на них некоторый документ от пользователей профессионалов. Хочу, чтобы было «так-так-так». на основе чего это сделает специалисты некоторых вопросов. Оказалось, что когда от человека изделий выдаёт модель, это достаточно систематический модель. Не нужно говорить о формальной модели как с самого начала, не нужно говорить о формальной модели, хотя можно говорить о формальной модели. Сначала в картелях, потом какие-то полуформальные модели. В процессе написания модели и разработчиков возникает масса вопросов. Одна причина, один источник вопросов. Почти всегда этот разработчик может быть профессионалом. Ему говорят, что он написать сайт для поддержки правилославного народа. Он написал сеновки и здоровый в программе. Её много вопросов. У него возникают вопросы по той причине, что в исходной постановке задачи, которая была либо формулирована, либо не формулирована, было много вещей, которые пропущены. Никак разлетворяются. На некоторых деталях я знаю. Противоречиваются. Теперь мы говорим о том, что это такое. Один вопрос был связан с интернативой. Как можно понимать? 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 Какая не только ответить соответственно созданные требования, но и все проблемы, которые требуют. Понимаете? Масса вопросов. И после этого разработка, ну, существенно ускоренная на территории, и общее время разработки, как правило, это очень важно. Особенно это будет характерно для больших систем, которые собираются из многих компонентов. И для таких больших систем, если вот этот специальный архивектор, это, так сказать, более неизвестительные модели перед спроектированными системами, чтобы не было построено, то эта инфекция занимается отлично. И с месяца это очень правильно. То есть задача в чем? В чем вот эти проблемы состоит? Что над каждым компонентом работает разработка в нашей коллекции, а каждый компонент складывается. Я подумал, что компоненты начинают сфинтовать в группу, и возникают нюансы на инфекциях, которые системы в целом работают. Исходная проблема в том, что в начале, в многих моментах, не обратили внимание. А когда второе формальное, а если это формальное, то приходится очень тщательно все это выглядит. Сентагические проблемы, систематические проблемы. И вот про этот опыт рассказывают практически все коллективы, я не слышал никаких исключений, кто занимается серьезной рефикацией, и вот, во-первых, эти платья, включая заплаты. А если это так, то это не является рефикацией. Грубо говоря, половину времени вот эти верификаторы или спецификаторы тратят на то, чтобы сглусовать спецификацию, и при этом выявляет массу проблем. А вторая половина тратится уже, собственно, на автоматические реказательства разработки тестов. В этой серии тоже возникают некоторые проблемы, но их количество рассуществует меньше. Так, ну и по поводу отценностей свойств. Какие здесь подходы в онлайнерах? Эти максималисты подходят. Мы берем формальную, описываем все свойства. Ну давайте ограничимся хотя бы все функциональные условия. Все свойства, например, безопасности, написать, наверное, не для вас. Допустим, какие-то все функциональные условия. Да-да-да-да. Эта работа сопоставима с реализацией. Я не скажу, что она полезна, но такого рода есть уже. Ради статистической реализации. Так. Ну и... Вопрос такой. Нам нужно описать функциональные свойства системы. То есть, эту систему делается. Мы в качестве решения этой задачи говорим, а вот я возьму эту систему, запрограммированную, как можно реализацию, в качестве решения. Я в своей задаче справлю. Это короткое решение? Ну, что такое? Поехали. Да. Значит, в объеме есть, я бы сказал, плюсы, что я считаю. Вкладывайте в ресторан. Значит, во-первых, смотреть. У нас же всегда есть, если другая команда, которая начата проекта, она своей задачей не справит. Она своей задачей не справит, она, к сожалению, работающей там уже хорошо. Во-вторых, можно оценить продаемость. Продаемость, извините. Она примерно такая, которую мы ожидаем от реализации. Вы не считаете, что там проходят проект, значит, вот такого рода изменения при эталонной реализации может быть в двух случаях. плюсы. Значит, какой минус? Слышно, между ними, то, наверное, свой смоценивается, глядя на реализацию, наверное, это не просто сложнее, чтобы глядя на более простую запись. В общем, пожалуй, да, только в этом мысли. В общем, в этом мысли. Причем, если не организация покажет вас, какие-то создания выполнены, то, чтобы нам, тогда, сочините, аминь. Значит, теперь, во-первых, собственно, списка свойств, мы как не имеем, так и не имеем. Правильно. И вот инфраструкция, которая вашим свойствам удовлетворяет. Я спрашиваю, скольким штуком моих свойств он удовлетворяет. Ну, кстати, вот вы знаете, этот стандарт пользы, да? Там порядка двух тысяч процедур. А здесь сколько штук требовало, для этого стандарта иметь? Ну, вы реализовали свою идеологию. Я реализовал путь. Я спрашиваю, сколько за штук свойств у вас реализованы. С той прибыль реализованный коррект. То есть, вот, когда вы начинаете считать в стуках, значит, вот, обычные программы, которые есть, я не считаю, я не считаю, я не считаю, я не считаю, я вообще не знаю, что происходит. Соответственно, очень трудно объяснить, какое требование выполнено, а какое не выполнено. Потом, значит, реальные большие системы, они на самом деле всегда работают по-разному. и еще и по-разному. Кажется, 78, не считаю, по-разному. Не говоря уже, ну, скажем, стандартная система, это система любой операционной системы, выделение памяти. В разных релизах одной из самых операционной системы, сразу будет выделяться память, в реальной агрессации. Правильно? Как их сравнить? Вот у меня одна операционная система делает это, и выделяется память, да? А другая операционная система, она тоже работает, и тоже выделяет память. Они одинаковые. То есть, мне было повторно задать следы, и это мониторолог. То есть, память-то я выделяю, но адреса у меня не такие, как вы должны. Я не справился с этим. Когда вы начинаете снимать трассы, то есть, понятно, при любом же месте, там проводишь, двух похожих. Трассы, у вас будут разные. Это означает, что, значит, я не выполнил требования, и я их выполнил, но не так. Если я их выполнил, но не так, а ответить мне начинает вопрос. Какие эти требования, я действительно выполнил? Вот для того, чтобы на эти вопросы можно было отвечать, когда эти спецификации могут быть. Компрометный подход, не такой, не такой, а частичные. Частичные. Частичные, спецификации выписываются явным образом, и, соответственно, их гораздо проще явным проверить. Компрометный подход. например, частичные спецификации есть требования с некоторым трассом. Как же, я снимаю трассу с некоторых событий, и, да, в некоторых математическом счетах. В этих трассах всегда должно быть, если вначале что-то случилось, то тогда должно случиться что-то другое. То есть, если я, там, файл открыл, то есть, то есть, то есть, то есть, есть и другие деятельности, где-то освоить. Может быть, эти свойства определять с другого уровня и, соответственно, эти проверки это утверждения. Утверждения, они ставившимися архивистиками, которые выделили отдельно стоящие документы, отдельно стоящие отдельные ссылки, или модель, которая в том, что реализацией. Значит, четвертая вставляется в космос реализации. И самым явным образом выделяется критерий реализации для этого отношения с реализацией данных, которые обрушают данную точку программы. То есть, такого рода используются при программировании и при проектировании микропроцессоров механизм, который также описывает некоторое существо. Ну, каналь, парамет. Вот и эти вещи также используются это обращай свое вид. Да. Ну, и последнее общее соображение покажем у нас какой же психологический подход, какие есть формификации и формификации как иногда говорят это формальная литоматическая компонентизация в этой программе. в в в в проектировке абстракция абстракция Абтракция позволяет нам сконцентрироваться на определенных свойствах, не забыть про все остальные, не забыть эти свойства и исследовать доки теории. И это один из способов обеспечения понятных свойствах. Большой программный блок не понятен в первую очередь, по той причине, что он большой. Как сделать некое компактное представление, описывая, что это позволяет разобраться в облике, провести анализ полностью и досконально, вручную. Или при помощи каких-то инструментов. Для того, чтобы эта компактная система не используется необходимая абстракция. Строгость. Строгость – это свойство, необходимое нам для того, чтобы наши описания были принимаемые от назначения. Чтобы результаты анализа были воспроизведены, воспроизводимы и передаваемые из одного программического коллектива. Иначе, получается, может быть даже появляется некоторая нотация, но нотация типа птичьи везет, и после коллектив отработчиков, они полностью счастливы, потому что они доработают, и никому ничего не передать и не могут. Поэтому, сколько из этого границей происходит, это достаточно ограничено. Так, и формальность. Формальность – это суть, которая позволяет, на самом деле, обеспечить автоматическую анализу и автоматическую обработку. Испекация, которая, в целом, позволяет передать соответствующую анализу. Когда я написал мне про математическую формулу, я сказал, что поведение математической обработки, соответственно, это все строго. И все люди, которые надеются математикой соответствующих пределах, владеют, они все одинаково назначены, что будет математикой моей модели. Но на эту модель я не могу отдать машину. Для того, чтобы обладать машину, если сюда будет формальность, то формальность у них есть тех, которые поддерживают себя. Может быть поддерживать соответствующую анализу. Ну, три последних примера, которые говорят про эти вещи, вместе с ним работают. Ну, давайте начнем строгое. 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 Например, такой у нас в реальной жизни. Была крупнейшая канадская компания телекоммуникационная Нортель. Нортель на сне 3. Строгое. Строгое. То есть у нас появился свитч, а рейтинг и электрофитики. Потом на смену стали появились ралейные станции, а потом на смену ралейные станции появились обычные компьютеры, которые не так. Ну и поскольку они начинались достаточно давно, у них кощался набор библиотеки. Библиотеки разные, в частности, библиотеки поддерживающие действия. Была библиотека, которая вычисляла проценты, по-моему, с одинарной точкой. Потом появилась библиотека, которая вычисляла проценты с двойным точкой. Естественно, старые программы никто не выкидывал, и работала и одинарная точка, и двойная точка. Потом количество денег растет, и появилась библиотека с тройной точкой. Во всех этих процентах оказалось, что проценты бывали отрицательные. Значит, отрицательные проценты – это, как бы сказать, понятия неоднозначные. И вот эти разы рисовающие, когда мы их начинаем цифровать, как они говорили, как дактовать эти рисованные процессы, они трактовывают из них оборудование. Когда мы посмотрели на третью библиотеку, сначала разобрали. Потом для того, чтобы результаты смысления превратить в некоторое из этих главных, были написаны формулы, простейшие металлические формулы. И оказалось, что для одинарной точки двойная точка тоже было одинаковое, а для трактовых формулы – другие формулы. В положительном диапазоне они работают абсолютно одинаково, а в отрицательном диапазоне они должны быть разными. Тут еще в верификации никакой нет. Никто не будет написать, если так выделяешь, отрицательные процессы должны это вычисляться, как правильные, как мы прошли. И были председательные, и убедились, что это будет. Ну, поэтому мы эти сферилизировали. На следующий день я сказал, вот эти какие-то выводы российских математиков. На это дело обращать не надо. Прошел год, и у них упал Берлинг на суд. Во всем мире. Через неделю, когда прошло разбирательство, оказалось, что причиной были вот эти самые отрицательные процессы пощепленные страны. После этого, вкладе данных, было обнаружено, что ошибка была найдена в России год назад, и кто-нибудь реагировал. И в этот же день, вице-президент компании сказал, все ошибки, найденные русскими, править не имеют. СМЕХ Это, как бы сказать, это нормальный производственный процесс. Потому что все ошибки, которые находятся, исправить нельзя. Это просто фонтанция. Я знаю, вытолкнули в интеллектах десятки тысяч ошибок, и теперь, соответствующие больше тысячи, и никто не исправляет. В том же Нортейлине и тверд, была команда из, по-моему, трех специалистов плюс менеджеров, которая собирала информацию об ошибках погрузчиков, и никто их не исправлял. Их была задача собирать, и не поработать. Такое исправление ошибок, это очень серьезное. Такое исправление ошибок. Значит, что здесь было сделано на этом плане? Просто смысл программы был описан для коммуникации. И этого же было достаточно для того, чтобы понять никакой возможности. Другой случай, значит, абстракция. Представьте, что вам нужно провести глификацию системы управления лун-памятой. В этом поле памяти стандартные вещи можно о этом памяти глацировать и переплацировать. Значит, если памяти не хватает, система должна сказать, там памяти не хватает. Если памяти хватает, она ее должна отсутствовать. Значит, здесь есть два аспекта, два вопроса. Здесь для речи идет не о проблемной глифматической аналитической линфигации, а вам нужно вы сразу понимаете, количество тестов у вас будет ограничено. Все случаи проверить не будет. Значит, эти случаи нужно разбросать по каким-то классам эквивалентности, и эти классы эквивалентности отхочутать, по крайней мере, один раз. Вопрос на какой основе вот эти основные деления вот когда мы говорим о моделях и аспецификациях, мы говорим, что я могу предложить некоторую модель, она в том или ином плане адекватна в этой системе в этой системе. Модель простая. Разбить все случаи, которые возможны в этой модели, не представляют никакого труда, и давайте я тогда это разберение по классу в этой системе. Но адекватна эта модель или не адекватна это на самом деле вопрос, который нужно решать. В рамках данного блока мы, наверное, этой задачей заниматься не будем, но общее соображение такие адекватны обеспечивается в том случае, если я могу построить функцию, которая переводит любое состояние реализации изменения и, соответственно, построенное воспроизводимое состояние изменения могу перевести в реализацию функция перехода от реализации модели называется функцией витрии или, на данном деле. Понятие адекватности в его строке является вопрос, какую модель для полупамяти должна быть? Оказалось, простейшая модель при этом очень эффективна. полупамяти можно моделировать натуральное число. Просто 0, 1, 2, 3, 4. Никакая более сложная модель и, соответственно, когда вы проверяете всякие количества которые могут быть чему это число соответствует? Число соответствует количеству айтумов и никогда вам достаточно проверить выполнение операции состояние в модели соответствующих более 1, 2, 6, ну, если там максимальное ограничение подойдет в модели я уж не помню при попытках уточнения этой модели уточнять понятно как можно представлять множество или список каких-то вещей можно заглядывать в содержимое айтумов важно она или неважно но насколько при попытке уточнения детализации модели никаких дополнительных проблем найдено а вот за простейшую модель это было достаточно неплохо правда это какой уровень модели есть и второй вопрос второй вопрос когда вы строите модельство вам на самом деле нужно построить некое соответствие между ожидаемым жизненным жизненным построить между поведением системы или по крайней мере иметь некие требования к результатам поджидаемых результатов реализации в случае пула памяти при различных алгоритм организации пула используя разные приложения управления вы можете получать разные результаты пула может работать и накапливать некоторую организацию память выделяются метры выдаем белое сервис высок вот такая память это места где находятся некоторые айтемы а это какие две места которые в принципе можно сделать в зависимости от того какое управление памятью вы используете ты достаточно длительная и может быть длительная работа у вас и достаточно что если реализация управления памяти был другой вы либо в этот момент еще не получили ответ что можно было бы разместить память либо наоборот у вас должен быть объективный критерик правильный или неправильный реализован независимо от того алгоритма который в реализацию заложен вот как построить модель которая справляется в к в на в декор не а в он в в в в а в в в В такой модели вы не должны опираться на знание о структуре Тула. Вы должны опираться на что-то другое. А на что можно опираться? Опираться можно на некоторой закономерности в цепочке опиратов. Например, по крайней мере, если я дейлацировал хайдинг такого же размера, то после этого я могу дейлацировать хайдинг такого же размера. Если где-то это будет нарушать, то, скорее всего, мы имеем дело с какой-то точки зрения. А что-то подвесит не гарантирует, а мало каких? Значит, проблемы есть и подвесит, да. И это второе измерение вот этой абстракции. То есть абстрагирует агент от одной из направлений абстракций, совсем забыт про структуру данных, которые скрыты внутри реализации, и огранились только видимым поведением системы. Соответственно, описывая, что это видимое поведение системы. Ну и в частности, вот то, что делал упоры, вторая вот знаменитая работа коммуникационно-секвеншевого процесса, то есть сообщающие последовательные процессы, она именно из-за этой работы. Многопроцессорного исследования системы можно просто описывать только при помощи видимого поведения процесса. Так, ну, но формально сейчас останавливаться не буду, потому что мы вам сказали все эти вещи, которые были обнажены в этой степени, чтобы это смогло автоматизировать. Так, сколько у нас есть времени? Минус 5 минут. Значит, на 5-й сроке я выписываю Те whалom мы создали Минус 5 минут. Как вы можете сходить? Mid-анилип Камк Минус 5 минут. Во время послед cultivая Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...